Одной из основных тем и одной из основных действующих фигур нынешнего саммита, конечно же, был Дональд Трамп, который с самых первых секунд по прибытию сюда в Брюссель начал говорить о деньгах, конечно же. И на своей заключительной пресс-конференции президент Соединенных Штатов пообещал, что все страны-союзники договорились поднять расходы на оборону до небывалых высот. Таким образом он, в общем-то, снивелировал впечатление от этих двух дней. Как известно, он еще до начала саммита разослал своим коллегам письма, где напомнил об обязательстве довести расходы на бюджет до 2% ВВП. Как писали здесь уже средства массовой информации во время встречи с коллегами, он даже озвучил цифру 4%. И, кстати, в Вашингтоне эту информацию подтвердили. В итоге, конечно же, консенсуса найдено не было. Но, как заявил на итоговой пресс-конференции Ген Сегната, Ян Столтенберг, все услышали Дональда Трампа. И появились новые деньги, потому что с того времени, как президент Трамп был в Брюсселе в прошлый раз, весной прошлого года, союзники добавили сверх запланированного 41 миллиард долларов для расходов на оборону. Кстати, даже пришлось немного оправдываться. Средства массовой информации писали о том, что он угрожал союзникам накануне, в первый день саммита, говорил о том, что Соединенные Штаты аж могут выйти из альянса. В итоге, сегодня на пресс-конференции ему пришлось подтверждать свою приверженность идеалам НАТО, и что, конечно, Америка не собирается покидать Североатлантический альянс. Специально ради прибытия американского президента сюда, в Брюссель, 29 лидеров стран, входящих в Североатлантический альянс, провели также длительную дискуссию по отношениям с Россией. Коминяке по итогам первого дня изобилует антироссийскими формулировками. Говорится о том, что Россия провокатор, говорится о том, что НАТО нацелен на сдерживание Российской Федерации. Это все смягчено формулировкой о том, что к диалогу, тем не менее, НАТО готов. Как заявили целый ряд лидеров после уже этой дискуссии, все они приветствуют, конечно, ту встречу, которая состоится в Кельсинке 16 числа. Речь идет о саммите Россия-Соединенные Штаты и личной встрече президента Владимира Путина и Дональда Трампа. О своих ожиданиях от этой встречи говорил и президент Соединенных Штатов. Думаю, мы идем на эту встречу, не ожидая многого. Мы хотим прояснить вопрос о Сирии. Мы также зададим ваш любимый вопрос о вмешательстве. Я задам этот вопрос снова, но мы также будем обсуждать другие вопросы. Мы будем говорить об Украине. Еще одним итогом этого саммита, конечно, следует признать заявление о том, что Грузия в ближайшее время может стать членом Североатлантического альянса. При этом генсек НАТО, говоря об этом, не стал конкретизировать, когда именно это может произойти. В свою очередь, президент Грузии отметил важность всего обещания для его страны. Отступление в НАТО зависит безопасность моей страны и Украины. Грузия продолжает обсуждение участия своего контингента в будущих ротациях частей в составе сил реагирования НАТО. В конец президентам Украины, которые тоже были здесь, обсуждали возможность развертывания миссии НАТО в Донбассе. Регина Севастьянова, Европейское бюро ВГТРК, Брюссель.